Всем привет! Канал Веб-Рассказ. Довольно интересная статья в живом журнале от 26 октября 2015 года от автора с ником Aquatec Philips. Гранд Каньон в Казахстане. Этим местом казахи очень гордятся, утверждая, что оно ничем не хуже знаменитого Гранд Каньона, да еще и находится совсем рядом, практически под боком, в каких-то 4000 километрах от Москвы. И нужно сказать, гордятся совсем не зря. Черынский каньон и правда очень красив и производит потрясающее впечатление. Глядя на это творение природы, сложно представить, что река и ветры за миллионы лет сумели сотворить такое. Просто река и просто ветер. Сам по себе каньон довольно протяженный, целых 154 километра. Самым известным и красивым местом каньона является долина замков, в которой сосредоточены наиболее впечатляющие гигантские столбы и причудливые каменные извояния, вытесанные ветром. Поездку в каньон лично для себя я видел главной во всей нашей программе. И как выяснилось, не зря. Это стало понятно еще за несколько десятков километров до нужной точки на карте, когда дорога начала виться между скал и над глубокими пропастями. А дальше сворачивает с асфальта на грунтовку десяток километров по степи, и вот наш Discovery застыл над ущельем. Б. Ох. Вырвалось одновременно у нескольких человек из нашей группы. И это действительно ох-о. И это мы даже еще не успели отойти от машин. Накануне была довольно противная погода. И мы все опасались, что пойдет дождь, и поездка в каньон будет скомканной. Но дождя не было, а тревожное небо только добавило эффекта окружающим пейзажам. Черинский каньон – удивительный памятник природы. Сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 миллионов лет. Высота отвесных гор каньона в некоторых местах достигает 150-300 метров. По низу каньона проходит грунтовая дорога, по которой при большом желании и умении договариваться с егерями, можно проехать на машине. Размеры скал потрясают. Все эти камешки высотой в несколько десятков метров. Есть камни высотой почти в сотню метров. Это место называется долиной замков из-за схожести вертикальных каменных столбов с башнями и крепостями. Длина этой долины около двух километров, а ширина всего 60-80 метров. В некоторых местах очень узко. Дорога по дну каньона. Наснимавшись вверху, спускаемся по осыпному склону вниз, чтобы дойти до реки в дальнем конце долины замков. Снизу каньон уже не такой впечатляющий, из-за того, что не видишь всего масштаба. Но от вертикально уходящих вверх огромных камней все равно офигеваешь. Песок под скалами когда-то был частью этих самых скал, но постоянные ветры вымывают в кавычках его из стенок, придавая камню причудливой формы и покрывая песком нижнюю часть каньона. Идем к реке. В каньоне довольно много растительности, основу которой составляет сексаул. Это растение казахи очень ценят, так как оно не позволяет распространяться в песку и образовываться пустынным пустошем, связывая грунт и препятствуя его эрозии. Условия здесь довольно жесткие, поэтому и растения выглядят очень аскетично и строго. Стебли, колючки и минимум листьев. Можно встретить даже что-то напоминающее цветочки. Но глаза все равно отрываются от рассматривания флоры и вновь обращаются к созерцанию каменных изваяний все новых и новых. Столбы, торчащие из песчаных гор. Встречаются и столбчатые вулканические выходы. Река Чарын течет здесь миллионы лет, формируя дно каньона. По берегам реки в нескольких местах есть уникальная роща реликтовых деревьев – ясеня, пережившего эпоху оледенения – ясеня сагдийского и азиатского тополя. Другая подобная роща есть только в Северной Америке. Выйдя к реке, хочется остановиться и передохнуть. Представляю ощущение здесь около реки, прохладной реки летом, когда очень жарко. На противоположном берегу реки отвесная вулканическая стена и кажется, что в этом месте каньон заканчивается. Но это не так. Он лишь резко извивается и уходит дальше. Удивительно, но даже здесь мы встретили пасущихся лошадей. В Казахстане они везде, словно воробьи. Здесь, на берегу реки, можно даже остановиться на ночь в одной из гостевых юб, пообедать в колоритном национальном эко-ресторане. Что-то мне подсказывает, что летом здесь аншлаг. В общем, поездку в Черинский каньон мы ждали не зря, и она оправдала себя на все сто. Место действительно очень красивое. Если вы планируете путешествие в Казахстан, обязательно включите долину замков в свою программу. На этом все. Но хочу сказать от себя, что я не согласен с автором, что вот этот каньон – работа ветра. Я считаю, что это остатки от работы определенных механизмов, которые вырабатывали на нашей планете. Грунт, для чего и кто это делал, мы никогда не узнаем. Но то, что после них осталось, вот эти следы фрез, очень отчетливо видно на многих фотографиях, и что это остатки, когда в круговую или в прямую срезали. А все эти пески – это осыпь, когда фрезами все это снимали. А вот фрезы вгрызались. Но это лично мое мнение, не только мое мнение, а многих блогеров в сети. И вот этот весь песок – как раз остатки того, что здесь делали эти механизмы. И как раз мы видим все вот это, что по всей планете – это остатки карьеров, где работали, добывая грунт определенное полезное ископаемое или просто грунт, мы можем только гадать. А сама статья очень интересная. И моя гипотеза, но это не моя гипотеза, естественно, но то, что я так думаю, нисколько не умаляет наличие такого шикарного каньона в Казахстане, такой красоты. И, конечно же, если будет возможность туда съездить, то обязательно съезжу. Вот здесь мы на дне видим машину. Красота! На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова